Когда-то давно мы послали бумажные письма через почту в конвертах. И на этих конвертах были поля «Откуда и куда?», где приходилось очень маленьким шрифтом писать длинный текст. Потому что земля большая, и нужно указывать страну, город, улицу, номер дома и номер квартиры. И если бы каждой стране, городу, улице дали какое-то численное значение, получилось бы, скажем, в 10 цифр уместить точный адрес человека. Когда создавались компьютерные сети, нужно было придумать универсальный конверт, то есть протокол. Этот протокол называется IPv4. И под поля «Откуда и куда?» решили выделить по 32 бита, что примерно 4 миллиарда значений. Они не учли то, что у каждого человека будет по несколько устройств, каждому из которых нужен будет адрес, не говоря уже о виртуалках и прочем. Это ограничение в 4 миллиарда устройств давно пройдено, но в сети все еще функционируют, благодаря НАТО. В большинстве домов и компаний, то есть в локальных сетях, адреса одинаковые. И сотни устройств одной компании выходят в глобальную сеть по одному публичному IP-адресу. Хотя это и спасает, но накладывает определенные ограничения. Представьте, что в конверте из полей «Откуда и куда?» убрали адрес квартиры. Если вы пошлете курьера доставить письмо в Google, то он будет помнить адрес вашей квартиры и сможет вернуться к вам. Но если Google сам решит что-то вам отправить, письмо максимум дойдет до вахтерши, то есть до вашего роутера. А она не будет знать, кому конкретно доставить, потому что квартир много, поэтому просто выкинет письмо. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Вахтерши не будут пускать непрошенных гостей, и из интернета ваш компьютер не будет доступен. Но что, если вы хотите этого? Если вам нужно, чтобы ваши устройства были доступны из интернета? Скажем, вы захотели поднять у себя веб-сайт. Пока что это можно сделать, арендовать у провайдера публичные адреса. Но это стоит денег. С каждым годом адресов становится все меньше, а устройств все больше. Адресов на самом деле не осталось. Но где-то компания закроется, где-то перестанет платить, и может освободиться пара адресов. Короче, дефицит. Поэтому решили переделать конверт. Если раньше выделяли 32 бита на адрес, то теперь целых 128 бит. На сей раз адресов должно хватить надолго. Переход на новый протокол решил бы многие проблемы в сетях. Но не все так просто. Основная проблема – на это должны перейти все, так как нет обратной совместимости. Каждый провайдер должен у себя ввести поддержку IPv6, обновить оборудование, донастроить – это затраты. Всякие сайты и интернет-ресурсы также должны у себя добавить поддержку IPv6, иначе пользователи не смогут ими пользоваться. Но многих это не волнует. Раз IPv4 работает, зачем что-то менять? Поэтому переход затянулся на десятки лет. Какие-то крупные компании сейчас вовсю пользуются IPv6, а мелкие и средние даже не собираются переходить с IPv4. Однако время идет, и с каждым годом потребность растет. Поэтому задача администраторов – уметь с этим работать. Я не буду вдаваться в теорию, поэтому очень рекомендую посмотреть пару роликов по ссылке, прежде чем продолжить эту тему. Так вы лучше поймете, откуда берутся адреса, почему так пишутся и прочие детали. Я же разберу, как работать с IPv6 на линуксах. Для начала посмотрим список наших адресов – IPA. В строчке INET мы видим наш IPv4 адрес, а в строчке INET6 – IPv6. Видно сходство со строчкой LINK ETHER, то есть MAC адресом. Это LINK LOCAL адрес, он работает только в локальной сети. В роликах по ссылкам это разбирается более детально. На Цинтосе в NM2E мы отключали IPv6, поэтому там строчки с INET6 нет. Давайте включим обратно и зададим виртуалкам IPv6 адреса. Запускаем sudo NM2E, Edit Connection и выбираем нужное соединение. В теме про сети я переименовывал соединение, и оно у меня называется VBOX Bridge. Но это просто название. Если нажать Edit, можно увидеть, что в строчке DEVICE указан EMP0S3, то есть нужный адрес. Спускаемся ниже и находим строчку IPv6 Configuration. Я его делал Disabled. На этот раз поменяем значение на Manual. Можно было бы сделать LINK LOCAL, и тогда бы интерфейс получил значение автоматически, как RHEL, с использованием MAC адреса. Но LINK LOCAL адреса не всегда работает в сервисах. Поэтому мы для примера будем использовать UNIKE LOCAL адреса. Они начинаются с FC00. Нажимаем Show, чтобы мы смогли прописать новый адрес. Дадим CentOS адрес FC002. Слэш 124. Это для сети, состоящей из 16 хостов. Gateway, DNS и прочее не буду прописывать. Мой роутер не поддерживает IPv6. Мы просто протестируем IPv6 в локальной сети. Спускаемся в самый низ и нажимаем ОК. Нам нужно переактивировать соединение, чтобы применились настройки. Но если это сделать из NM2E, в момент нажатия Deactivate я потеряю связь по SSH, так как подключен по IP адресу из этого интерфейса. Потеряв связь, я не смогу заново поднять интерфейс. И чтобы не приходилось это делать через консоль виртуалки, попробуем через командную строку. Для этого просто заново поднимем интерфейс с помощью NMCLI. Как видите, теперь появилась строчка INET6 с новым адресом. Теперь добавим адрес NARCHAL. Также открываем NM2E и редактируем соединение. Но на этот раз пропишем адрес FC001-124. После чего не забываем переактивировать интерфейс и убедиться, что IP адрес прописался. Попробуем проверить, видят ли виртуалки друг друга по этим адресам. Так, первая утилита для проверки доступности хоста – пинг. Как видите, пинг не идет, адрес недоступен. Кстати, пинг может пинговать как IPv4 адреса, так и IPv6. Мы можем заставить пинговать только по IPv6 адресам, если использовать утилиту PING6 или PINGDEFIS6. Но это может быть полезно, если за DNS именем хоста есть как IPv4 адрес, так и IPv6. И мы хотим проверить доступность именно по второму. Возвращаясь к тому, почему не идет пинг. При разборе фаервола для зоны паблик мы поставили таргет – дроп. Из-за чего все входящие пакеты, кроме разрешенных, сбрасывались. Для IPv4 это не вызывает проблем. Мы сами можем пинговать, а нас не могут. Но IPv6 устроен несколько иначе. И в нашем случае ответы на пинки от второго хоста тоже сбрасываются. И если мы хотим этого избежать, нам надо либо поменять таргет, либо добавить протокол IPv6 ICMP. Ну и не забудем после этого перезагрузить фаервол. Опять проверим пинки. На этот раз все работает. Многие базовые утилиты, которые мы разбирали в теме просети, например IP, PING, Traceroute и тому подобное, имеют альтернативу или опцию для работы с IPv6. К примеру, у утилиты IP есть ключ 6. IP-6 address show покажет только IPv6 адреса. IP-6 route show покажет таблицу маршрутизации только для IPv6. Но здесь, как видите, пусто, потому что у меня нет раутера с поддержкой IPv6. На примере с PING в утилите Traceroute также можно использовать ключ DF6 либо Traceroute 6. Если же у вас раутер поддерживает IPv6 и вы хотите убедиться, что ваш провайдер поддерживает, вы можете попробовать пропинговать адрес IPv6.google.com. IPv6 адрес запомнить сложно, поэтому вместо адреса обычно используют доменное имя. Своего DNS сервера у нас пока нет, но мы можем прописать адрес в etc.hosts. После чего сохраним, выйдем и проверим. Все работает, и теперь можно не мучиться со сложным адресом. Однако мало просто добавить IP-адрес в систему. В настройках различных сервисов можно указывать, будет ли работать программа с IPv6 или нет. В каких-то демонах нужно явно указывать IP-адрес. И, соответственно, если мы хотим добавить поддержку IPv6, то не стоит забывать указывать этот адрес. К примеру, недавно мы настраивали NTP сервер, и там указали, что мы принимаем соединение только с двух сетей. И обе эти сети IPv4. Давайте сделаем так, чтобы наш сервер был доступен по IPv6. Добавим в allow сеть. Идем на rhl и заходим в настройки кроне. fc00 – это адрес локальной сети. Если вам непонятно, почему именно такие адреса, смотрите видео по ссылкам, которые я давал ранее. Там все продельно понятно. После изменений не забудем перезапустить кроне d. Давайте проверим, слушает ли кроне запросы по IPv6. Используем утилиту ss. Как видно, и в IPv4, и в IPv6 кроне слушает запросы от любых хостов по UDP. Теперь вернемся на cintos. И в настройках кроне укажем вместо IPv4 адреса IPv6. Вместо адреса я указал имя. Все равно за этим именем у нас только IPv6 адрес. Сохраним файл и перезапустим сервис. Подождем пару секунд и проверим кроне c sources. Видим звездочку, значит все хорошо. Кроне был лишь примером того, что недостаточно просто прописать IP адрес. В самих сервисах порой тоже нужно что-то настроить. Обычно это ничего сложного. Но у каждого сервиса могут быть свои специфичные настройки. Давайте подведем итоги. На данном этапе, пока вы изучаете основы, вам не обязательно хорошо разбираться в IPv6. Но иметь представление нужно. Вам нужно понимать, где его прописывать, как проверять, что сеть работает, делать небольшую диагностику сети и убеждаться в доступности сервисов по этому протоколу. Возможно, вы попадете в компанию, которая активно использует IPv6. И тогда вы наберетесь знаний и опыта. А возможно, вы будете работать в компаниях, где IPv4 будет в ближайшие лет 10 или 20.